Да. Участковый. Ага, открывай. Его служба и опасна и трудна. Рабочее утро участкового Владимира Самойлова начинается с обхода района. Нина Дмитриевна Военкова встречает полицейского как родного. Не раз обращалась к нему за помощью. Раньше муж баловался спиртным, устраивал дебоши. Служитель закона поговорил по душам. Помогло. Пить муж бросил. Михаил Сергеевич, ты сегодня ко мне приди в опорный пункт, отметишься. Я посмотрю, если у Нины Дмитриевны больше нет, вроде жалоб пока, да? Вот. Может быть, тебя с учетом снимем. Теперь участковый здесь частый гость. К нему уже привык даже домашний кот Сёма. Покой в этой семье на контроле. С дочери у нас не лады. Помогает. Он поговорил с ней тогда. Она пришла, плакала. Как ты самой спокойнее вроде поговоришь. Вы свою душу, вы. На страже общественного спокойствия Владимир Самойлов уже шесть лет. В его ведении целый микрорайон. 13 многоэтажек промышленного района Самары. Это порядка 6 тысяч человек. Каждый месяц в участковый пункт поступают десятки обращений. Украли телефон, поцарапали машину, вскрыли почтовый ящик, соседи шумят. Естественно, всем помогаем. Если не делаем, значит советом. Если это не наша, например, компетенция, если решение данной проблемы относится не к нашей компетенции, то мы им подсказываем, куда им проще обратиться. Помогаем им оформить весь материал. Профессия участкового уполномоченного не самая легкая, признается Владимир Самойлов. За годы службы случалось разное. Бывало, приходилось и рисковать. Но о выборе профессии ни разу не пожалел. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События.